здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня мы вяжем капюшон снуд капюшон который я давала в обсуждениях вот он новинкам для меня и для моего канала буду вязать параллельно спицами и крючком потому что мнение разошлись и я если честно ожидала что у меня больше вязальщицы спицами почему-то мне так казалось оказывается очень много девчонок девчонок вяжут только крючком вяжет части с моих подписчиков вяжет и крючком и спицами поэтому сегодня я вижу параллельно этот капюшон снуд капюшон и спицами и крючком вы себе выбираете то что вам удобно или больше нравится ну и соответственно попрошу вас высказать свое мнение о таком как бы методе подачи материала то есть понравилось ли вам вот так вот бы два варианта одной и той же вещь жду ваших мнений что касается материала я вязала спицами два с половиной миллиметра но и соответственно крючок два с половиной миллиметра вязать буду другими нитками об образец мини образец вот чтобы было как был в кадре видно и понятно что обвязала вот этими вот нитками я покажу конечно и результат вот вот этими ализе реал 40 не знаю но подойдет и вот эти вот подойдут ниточки и кто-то там писал в комментариях а ализе ангора gold тоже подойдет я из них тут свитер вязал азаром поэтому все такие нитки тонкие пушистые ализе подойдут вот приблизительно смотрите 100 граммах 480 метров 500 метров 400 500 метров 100 граммах смотрите чтобы они были мягкие тонкие чтобы они у вас не кусали изделие у нас состоит из двух вот таких вот деталей снуд и соответственно сам капюшон начинаем мы со снуда длина его составляет 70 сантиметров и ширина 35 сантиметров для спиц для спиц я набирала отсюда то есть вот эту 35 сантиметров соответственно набирать я буду меньше буду вязать мин мини версию моем случае это был было 80 петель на те нитки и на мои спицы я набирала 85 у меня это было 35 сантиметров вы корректируете девчонки по своей плотности вязания по своим спицам по своим ниткам то есть вы можете взять абсолютно другие толстые какие-то пушистые ниточки и вязать набрать два раза меньше петель и вязала английской резинкой девчонки узор будут показывать быстро сам принципа что я считаю что это азы и вы все это умеете лицевая петля провязываю изнаночную снимаю с накидом так 2 и последующие ряды все одинаково вот где у нас была петля с накидом снятая мы ее провязываем вместе с накидом лицевой изнаночную снимаем с накидом провязываем снимаем кто первый раз девчонки в интернете очень много видео обучающих подробно и медленно понятно пожалуйста наберите английская резинка посмотрите но я думаю что это никому не не нужно будет и так далее вяжем мы этот шарф ровненько ничего не делая вот такой вот длин шарф вяжем 70 сантиметров крючком девчонки мы вяжем по-другому мы начинаем отсюда то есть нам нужно здесь уже проще здесь нам уже не нужно взять плотность вязания нам достаточно набрать наши нашим крючком и нитками как какие вы выбрали нужную длину то есть в моем случае это 70 сантиметров соответственно образец я вяжу мель и вяжем столбиком с накидом вот держу я последнюю петлю от нее дело две воздушные петли подъема делаю накид и вяжу столбик с накидом то есть это тоже вязальщицы знают кто подробно не знает тот открывает youtube набирает столбик с накидом и тренируется опять же повторюсь я думаю это никому не нужно и так до конца ряда провязала я столбиком с накидом и теперь поворачиваю работу делают две воздушные петли подъема и вязать я буду смотрите как бы цепляя за столбик сзади вот так вот цепляя за столбик то есть тот же столбик с накидом ну как бы цепляя не за цепочку а за сам столбик предыдущего ряда и так далее вот так мы вяжем все наше вязание за этот столбик сзади и соответственно вяжем высоту 35 сантиметров и вяжем спицами в длину 70 сантиметров вот смотрите вот такой вот шарф английская резинка я связал через пару минут увидите в оригинале потому что сейчас данный момент он детали связаны и сохнут поэтому пока пока снимаю так а потом уже покажу оригинал кто вяжет спицами вяжет вот такой вот шарф английская резинка и 70 на 35 сантиметров кто даже . вот так вот выглядит этот узор пришлось мне начать вязать этими нитками которыми я вяжу капюшон чтобы вам было понятнее как выглядит именно язык это газ точно такой же 70 на 35 сантиметров только мы вяжем отсюда сюда спицами вяжем отсюда сюда одинаковые детальки в общем у нас по идее должны быть далее мы вяжем эту большую деталь сам капюшон начинаем в обеих случаях с этой стороны вернее с этого места вот самая длинная наша часть 80 сантиметров спицами я вяжу узор сотых который я в описании дам под видео этого узора соты либо опять же youtube вам помощь очень много мастер-классов именно по этому узору подробных пошаговых пожалуйста откройте посмотрите но и я думаю я считаю большинство будет его знать это еще из советского союза узор советских времен узор еще набираем 130 петель если вяжите этими нитками ну я набирала 130 петель моем случае это 80 сантиметра и вязала ровное полотно узором соты вот я сейчас набрала для образца и буду продолжать вязать вот до этого места ровно ничего не делая кто вяжет крючком точно также набираем цепочку длиной 80 сантиметров и вяжем столбиком с накидом точно таким же первый ряд столбиком с накидом и точно таким же продолжаем вязать далее то есть мы уже не хватаем за заднюю стенку а вяжем классический столбик с накидом в оригинале на фотографии видно что сам капюшон связан именно крючком столбиком с накидом что заметила и в комментариях девчонки писали тоже это заметили а сам шар связан с пиццами поэтому поэтому я думаю что этот мастер-класс такой комбинированный будет уместен чтобы вы могли скомбинировать один в один было с оригиналом вот таким вот образом столбиком с таки нам мы праве продолжаем тоже вязать ровное полотно продолжаем мы хорошие вяжем мы вот эту вот деталь 20 сантиметров в высоту и далее мы будем делить ее напополам вывязывать вот у капюшона заднюю часть вот моя подготовленная деталь спицами узором соты а вот подготовленная деталь крючком которая по фотке вот она должна быть как бы в оригинале вот этот узор сейчас показываю мои детали вот сам снуд я уже его сшила вдвое и капюшон тоже сшила но еще не подшила не соединила вот так вот выглядит этим узором и этим узором вот такой вот у меня будет оригинал сам снудик а вы уже выбирать из этих не так видите но и соответственно вот он так выглядит если крючком основная деталь и сам снуд мне больше нравится спицами вот почему-то я спицы люблю за то что у них они более такие нежные в изделии чем крючок вот он мой снудик теперь будем а буду объяснять как вязать сам капюшон все количество петель делим пополам у меня это 65 там провязываем 65 петель ну вы провязываете соответственно столько сколько у вас половина ровно половина я 65 вот разделила я пополам все вязание и теперь я буду вязать каждую часть отдельно при этом при этом здесь сокращая в к начале каждого ряда провязывая по 2 вместе сокращая по одной петле 20 раз по одной петле спицами вот таким вот образом поворачиваю и довязываю вот эту деталь вот провязываем две у меня здесь три потому что здесь накид как бы поэтому и получается что три а вообще две петли накид за что за петлю не считаем и вот таким вот образом сначала я довязываю одну вот эту деталь при этом сократив 20 раз по одной петле потом перехожу на эту и сокращаю 20 раз по одной петли и далее все петли закрываю так теперь крючок мы хорошим то же самое с крючком делим на две части равные части наше вязание то есть считаем количество столбиком и провязываем ровно половину сейчас но пола они вязания так вот для зала я до половины вернету до половины мне еще нужно провязать две петли то есть не доходя до половины две петли 2 столбика и здесь я один буду сокращает то есть сделай один полустолбик с накидом и второй полустолбик с и провязывая их 2 вместе то есть один я сократила из двух сделала один теперь делаю две петли подъема поворачиваю крючком мы будем сокращать столбики в каждом ряду теперь в начале ряда вот где у нас было два это у нас перешло в кромочную петли под подъема далее я вяжу 2 полустолбика с накидом снова точно также и провязывая их вместе и вижу до конца ряда и снова вижу до конца ряда поворачиваешь сокращаю поворачивая сокращает в конце ряда я сокращаю и в начале ряда я сокращаю и продолжаю вязание так вот он мой спицами капюшончик деталька моя вот так вот она выглядит здесь соответственно у вас больше этот вырез это мини-версия вот такая вот деталь так ну и соответственно такая же у меня крючком но добавление убавления вот я вам написала крючком 15 раз 15 всего рядом мы здесь вяжем и 15 соответственно в каждом ряду мы до убавляем одну петлю всего у нас 15 15 столбиков бабли на вот в принципе все девчонки теперь мы начинаем сборку собирать я буду только вот этот вот один как бы мини снудик вот он у меня оригинал единственное что я хочу сказать мне нравится вот этот вот спицами крючком вот из этих ниток ничего она не плотнее если в одно сложение вот это вязка соты очень такая и не тонкая и толстая при этом она очень такая воздушная ну это на ваш выбор девчонки можете сделать как в оригинале вот капюшон там связан столбиком с накидом сам снуд связан английская резинка единственное что возможно бы длина всей детали у нас 35 сантиметров то есть вот этот сектор до разделения у меня 20 сантиметров и далее вот эта часть 15 сантиметров так я надеюсь с этим все у нас понятно сначала я сшивала вот при закрытии оставила длиннее нить и сшила вот этот задний шов капюшона сшиваю вот это все тело вот здесь вот где у меня вверх капюшона я не не сшиваю вот так вот четко по по этой линии да я немного как бы схожу на нет чтобы как бы вот здесь вот было красивее такой помягче линия и вот таким вот образом это все делаем здесь у меня готово теперь я вот он мой капюшон видите сшита вот эта часть теперь я сгибаю на изнаночную сторону вот эту вот как бы где-то на два на полтора два сантиметра и не таким конечно швом нормальным швом то вы это пришиваете я просто таким наметочным как бы шоу чтобы вам просто было понятно сам процесс а вы пришиваете нормальным швом и все процессы сборки у нас из деталей крючком у нас полностью идентичны с этими вот так вот это выглядит вот она моя мой валик который я проделала шнурок теперь берем снов сшиваем его тоже так и теперь как как же пришить вот это вот соединить эти эти обе детали делала я это таким вот образом вот смотрите я вывернула капюшон на лицевую сторону и продела его в этот снуд задний шов капюшона я совместила с этим швом до сошлом на снуде и отметила половину снуде к и от половины начала шить но только вот этот вот туннель я оставила нетронутым то есть начала шить от вот вот этого шва то есть вот этот язычок кусочек у меня остался вот здесь я пришиваю эти а вот эта часть у меня остается не тронутой здесь совмещают задние швы и далее вторую половину здесь же я вот этот совмещаю с половиной но при этом опять же очень у меня здесь и распустилась опять же оставляя не тронуты вот эту как бы вот этот туннель видеть и вот начало вот у нас конец и пришиваю так вот так вот то есть у нас здесь получается все пришита кроме от этих входов в этот туннельчик так вот уверен вот видите то есть здесь у нас все пришита к снуду а вот эти дырочки оставлены через которые мы будем продевать шнурок сейчас я вам покажу в оригинале вот он по сути мини наша версия и вот эти вот места у меня в свободном доступе так вот она видите вот в оригинале они точно также у меня в свободном доступе то есть наши то от вот этого шва и вот тут это теперь нам осталось осталось делать этот шнурок его я думаю вот видите можете конечно связать я делала как на фотографии это делала не одна нужно вдвоем отмеряло я длину 2 метра вот эти вот нитки смотала по моему 6 или 8 6 или 7 я сделала этих ниточек на двухметровую как бы этой с дочкой мы это все скрутили так крутим значит вот эту сторону туда а эту сюда чтобы у нас это ниточка закручивалась а я не влезаю в камеру видите закручивается вот вы крутите крутите вдвоем становитесь один круть потому что два метра на два метра вы руки не растяните один крутит в одну сторону другую в другую пока у вас вот эта ниточка не скрутится я думаю это все знают все я помню мы еще в школе вот это вот делали эти жгутики такие вот когда хорошенечко эта ниточка скручена вы ее складываете пополам видите она сама произвольно и вот так вот выравниваете и получается вот такой вот красивый шнурок вот если вы двухметровый сделать и как раз вот хватает протянуть в этот капюшон из двухметровых ниток и вот завязать узелок и все ничего отхода у меня не было никаких вот девчонки все надеюсь я доступно объяснила и для спиц и для очка вот он мой оригинал видите вы сфотографированы его на моей дочурке вот буду буду носить его я дочка не любит такие вещи а я люблю очень поэтому это будет моя вещь вот а вы вяжите еще девчоночки не забудьте написать мне свое мнение по поводу так таких двойных мастер-классов крючком и спицами как вам нужно ли понравилось не понравилось нужно не нужно есть смысл нету смысла потому что если смысл есть я и другие вещи буду пробовать не конечно не все но некоторые из них я буду делать вот в таком вот ключе то есть и параллельно и крючком и спицами вы уже будете определяться вот так что пишем свое мнение под видео вяжем капюшончик и присылаем не еще идеи девчоночки это все благодаря вам вот этот капюшон все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока и